Там, где кончается журналистика и начинается реальная борьба за выживание. Самарский журналист Виктор Петров в горячих точках бывал не раз. Оказывался в плену, из которого удалось бежать. Долгое время жил под пулями, чтобы рассказывать правду о войне. Как только журналист берется за несвойственные ему функции, перестает быть нейтральным, он тут же попадает в какую-то ловушку. Дело дошло до того, что я отправил Котмешева держать машину, потому что не отдавали пленного. И сам оттуда чуть было не ушел, потому что там на меня уже стали наводить винтовки снайперские. Но все-таки вернулся, и в конце концов не матери, мне отдали пленного. В тот момент, когда я вмешался в их дела, я перестал быть журналистом. Они пока только на четвертом курсе факультета журналистики о войне, знают понаслышке, как и о многих других вещах. И не всегда понимают, что за минуты живого общения порой понимаешь больше, чем за годы теории. С ним надо обращаться очень осторожно и аккуратно. Надо чувствовать ответственность. Я, может быть, хочу именно этого. Но осознала я сама только здесь вот сегодня, что это, может быть, самый главный момент. Ответственность за свое слово, ответственность за свою деятельность. И, может быть, это главный урок. Память журналистов, погибших при военных действиях, студенты и гости круглого стола почтили минутой молчания. Они ушли, но осталось большое наследие. Фотографии, статьи и телевизионные сюжеты, на которых можно учиться, как быть журналистом и гражданином. Марьяна Мирная, Павел Пресняков, События.